Начнем мы с создания простого текстового поля. Если вы обратили внимание, здесь у нас было как раз-таки два таких текстовых поля для ввода имени и email-адреса. Как же они создаются? Они создаются с помощью тега input. Вообще запомните этот тег, потому что с помощью него создается большинство элементов формы. Input переводится как ввод, и чтобы указать конкретный элемент, здесь нужно использовать атрибут type. Мы указываем, что в данном случае это будет type text, обычный элемент для ввода текста. Также для элемента нужно задать имя. В нашем случае, например, если это для ввода имени, мы можем написать также name. У нас и атрибут называется name, и его значение name. Если мы сейчас сохраним документ и посмотрим на результат, мы увидим этот элемент для ввода текста. Он уже здесь появился, и мы можем вводить в него информацию. Но согласитесь, что не совсем понятно, что именно в него нужно вводить, поэтому желательно еще добавить к нему описание. Как добавлять описание? Здесь есть несколько вариантов. Либо это может быть просто абзац, да, то есть вы заключаете... Данный импут в абзац. И, допустим, прямо перед импутом пишите «Введите ваше имя». Сохраняем, проверим. Вот уже больше похоже на элемент формы, да. Мы сразу видим, что туда нужно ввести, и все можно уже вводить. Единственный момент, что у нас не работает автоактивация. Вот смотрите, если я щелкаю по слову «Введите» или по «Ваше имя», то у меня импут не активируется автоматически. Хотя было бы удобно, да, что можно его активировать не только щелкнув прямо в импут, но и в описании этого поля. Если такое нужно, то для этого используется тег «Label». Мы можем сделать вот таким образом. Пишем еще тег «Label», метка. И после импута уже этот тег «Label» закрываем. Вот в этом случае у нас уже текст будет активным, и он будет автоматически активировать этот импут. Если мы сохраним и посмотрим, теперь я щелкаю по тексту, у меня, видите, импут автоматически активируется. То есть теперь вся вот эта часть, она активна, и в любом месте, где бы я ни щелкнул, у меня импут активируется. Это очень удобно, поэтому всегда старайтесь использовать тег «Label» в своих формах. Так, это было у нас поле для ввода текста. Какие еще атрибуты у нас здесь есть? Следующий атрибут – это атрибут «Size». Если мы сейчас посмотрим на поле для ввода, то оно у нас фиксированной какой-то ширины, да, и мы пока что на него повлиять не можем. С помощью атрибута «Size» мы можем его изменить. Если нам нужно более длинное поле, то мы можем ввести другое значение. По умолчанию поле у нас имеет ширину 20 символов. Если мы хотим сделать его более широким, ставим, например, 30, вот оно у нас стало шире, да. То есть это атрибут «Size». Единственный момент, что его использовать особо не нужно, потому что когда мы дойдем до изучения CSS, там мы сможем менять ширину поля с помощью CSS уже. И еще один важный момент, который иногда используется, это ограничение на количество символов, которые можно ввести в поле. Допустим, если вы просите ввести имя, вы можете еще указать дополнительное ограничение, например, написать «Max 10 символов». Например, так написать, да. И здесь нужно как-то ограничить нам это поле, потому что сейчас в него можно ввести сколько угодно символов, и обычно это не очень хорошо. Поэтому, чтобы ограничить, мы дописываем атрибут, который пишется как «Max Length», максимальная длина. Вот таким образом. И если мы хотим ограничить, например, 10, то ставим 10, сохраняем страницу, обновляем. И вот я пробую сейчас ввести 10 символов. 1, 2, 3. Все, вот у меня единица – это 10, и дальше я уже ничего вводить не могу. Несмотря на то, что ширина позволяет, максимальное количество символов меня уже сдерживает. Здесь вот не путайте эти понятия. Данный пункт задает ширину самого поля, а этот – максимальное количество символов, которые можно в это поле ввести. Это был у нас импут для ввода текста. Сразу здесь же пройдем поле для ввода пароля. Оно практически ничем не отличается, за исключением всего лишь атрибута type. Если там мы писали type text, то для пароля нам нужно написать type password. Поэтому мы можем всю эту строку скопировать, сразу ставить здесь, поменять имя на пароль. Введите ваш пароль. Так, и здесь, допустим, мы меняем текст на пасворд. Все, вот это у нас будет уже поле для ввода пароля. Сохраняем, проверим. Оно отличается всего лишь тем, что мы не видим того, что мы вводим. Вместо этого вводятся вот такие круглые маркеры. На этом мы здесь остановимся. В следующем уроке уже продолжим изучение элементов. Продолжение следует...